Приветствую вас! Данный видеоролик будет посвящен поиску и выбору символов в нашей платформе. Для ввода и поиска символов в основном окне платформы вам необходимо перейти в рейтинг-сетап. Если вы уже знаете название тикера, вы его вводите в поле «Тикер». Нажимаете кнопку «Apply» и введите рейтинг по данному инструменту. Также рядом с полем «Тикер» в каждом из окон платформы есть выпадающее меню, которое вызывается левым кликом по стрелочке. Здесь доступен список ранее введенных символов. Также можно между ними выбирать. Чтобы ввести символ, которого вы не знаете, можно воспользоваться функцией «Symbol Lookup» – «Поиск символов». Она доступна во всех окнах в контекстном меню. Нажав правую кнопку мыши, вызвав контекстное меню, вы левым кликом вызываете универсальное для всех окон меню поиска. Как им пользоваться, мы разберем на примере «Барчарт». Заходим в компоненты, открываем «Барчарт». Почему «Барчарт»? Здесь есть возможность наложения двух графиков. Здесь есть поле для введения двух тикеров. Поэтому выбран пример на «Барчарте». Еще раз повторюсь, зная любой символ, вы можете его вводить вручную и смотреть график данного инструмента. «Enter», «Apply», график появился. Если вам символ неизвестен, вам известен инструмент, известна биржа, либо только название инструмента, вы хотите его найти. Повторюсь, в любом из окон платформы через контекстное меню вы получаете доступ к символу «Lookup». Далее, универсальное окно для всех окон. Что оно из себя представляет? В поле «Description» вы можете вводить как кириллицей, так и латиницей любое описание инструмента и пытаться по нему найти инструмент. Что такое «Description»? Описание. Это вот в столбике «Инструмент» у каждого инструмента, помимо символа, тикера, есть какое-то описание этого инструмента. Если введенные вам слово, либо буквосочетание есть в названии инструмента, то все эти инструменты будут выведены вам. Вот кириллицей ввожу. «Сбер» слово. Везде, где присутствует слово «Сбер», все инструменты выводятся. Чтобы ограничить поиск, вы можете выбрать конкретную биржу. Вас, допустим, интересует только «Форц», предположим. «Сбер», все, на «Форце», на «Форце», кстати, имейте в виду все обозначения латиницей. Вот «Сбербанк», «ССР», «СП», «Фьючерсы». Если выбрать «Майсекс», «Московскую биржу», то там описание инструментов кириллицей. Видим, да? «Сбербанк России», это нужно учитывать. Также можно фильтровать, отсеивать при поиске по виду инструмента. То есть «Фьючерс», «Индекс», «Акция», «Форексный», «Спотовый инструмент», «Валюты», «Банды». Либо все. Нажимаем «Фьючерс», «Сбер», видите, ничего не находит. Если мы введем слово «Сбер» опять-таки латиницей, выберем «Все биржи», мы увидим, да, что при выбранном виде «Фьючерс» показываются только два инструмента. Если выбрать «Все инструменты», то здесь тоже просто со словом «Сбер» ничего другого нет. «Евро» вот выберем, нажмем «Поиск», «Все инструменты», выберем только «Фьючерсы». Количество, видите, сократилось. И так далее. «Only Enable». Если активно, поисковик будет показывать только доступные в вашей подписке инструменты. «Export Excel». Можно этот список экспортировать себе на компьютер в виде Excel файла. Как мы видим, снизу приведен список всех доступных платформе бирж. Рядом с каждой биржей показана цифра. Цифра указывает на количество доступных с этой биржи в нашей платформе инструментов. Нажав на «Плюсик» один раз левой кнопкой, мы открываем полный список доступных инструментов. Как происходит применение найденного вами инструмента? Вот, допустим, меня интересует фьючерсный индекс «Евростокс 50». Я его нашел, да. Двойным кликом я по строке кликаю, и у меня сразу же в поле «Тикер» появляется данный символ. Нажав «Apply», я сразу же вижу график по данному инструменту. Предположим, мне нужно найти... Вот я хочу ввести сравнение, посмотреть корреляцию индекса «ФЕСХ» до «Джонс Евростокс 50» с 10-летним немецким бандом. У него символ «ФГБЛ». Ввожу вручную, нажимаю «Apply», и у меня появляются уже два графика. Также, если вы не знаете и наименование символа второго инструмента, правой кнопкой вызываете контекстное меню «Second Symbol Lookup», поиск символа, точно так же вводите слово «бунт», допустим, по-немецки, да. Вот находит «Евробунт», «ФГБЛ», «Десятилетний». Также двойным кликом можно применить. Либо вас интересует полный список биржи «Юрекс». Вот все доступные у нас инструменты. Двойным кликом применяете во второй график «ДАКС». Нажимаете «Apply», и так же смотрите графики. Далее. Есть функция, которая позволяет выставлять приоритет символов. Для чего она нужна? Иногда на разных, совершенно разных биржах, на самый яркий пример, с которым сталкиваются наши пользователи, это биржа «Комекс» и биржа «Фордс». На бирже «Комекс» есть серебро с символом «САЙСИДА». И на «Фордсе» есть инструмент «Фьючерс» на пару доллар-рубль, также с символом «САЙСИДА». Если вы торгуете чаще, у вас есть в доступе, в подписке обе эти биржи, вы чаще торгуете, допустим, «Фордсом», чем смотрите на серебро, то вам необходимо правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать символ «Приорити», выбрать в списке бирж именно «Фордс», так как он у вас в приоритете. Также желательно поставить вид инструмента «Фьючерс», то есть приоритет вводимого символа будет за «Фьючерсом». Если вдруг в списке у вас доступных инструментов будет акция с точно таким же символом, то естественно, что при выборе «Тайп Фьючерс» платформа откроет вам «Фьючерс», а не акцию. После этого жмем «Эплай». Давайте снова вернемся к «Барчар». Вводим «САЙСИДА». Автоматически выводится доллар-рубль, а не серебро. Также последнее, что хотелось бы сказать, есть возможность очищать списки символов. То есть, смотрите, в любом из окон, как я уже говорил, доступен список уже введенных символов. Если вдруг у вас есть необходимость его полностью очистить с какой-то целью, вам необходимо закрыть все окна платформы, затем перейти в основное окно по платформе «Трейдерс Рейтинг», контекстное меню «Мейнтейнс», «Клир», «Тикерс Лист», и таким образом во всех окнах все списки ранее введенных символов будут очищены. На этом мы заканчиваем. Благодарим вас за внимание, профитов вам, и по любым вопросам мы готовы вам помочь по адресам, указанным на нашем сайте в разделе «Контакты».